Короче, друзья, я отыграл свои бабки обратно. Поздравьте меня! Больше 60 тысяч лайков под этим роликом! Мы сила! Подписчики Декстера! Армия! Сила! Мы непобедимы! Уху! Фуф! Но на этом, друзья, не заканчиваются наши споры. Недавно мне написал один популярный блогер и предложил кругленькую сумму, а именно 300 тысяч рублей, за уже 70 тысяч лайков. Пока что не буду называть, кто это является, но это очень богатый человек. Друзья, пожалуйста, поддержите меня сейчас, наберем 70 тысяч лайков. В следующем ролике я покажу, кто же этот богатый человек, кто поспорил со мной на 300 тысяч рублей, на 70 тысяч лайков. Вы офигеете, на какие суммы он готов будет спорить дальше? Ну а сейчас, ребятки, вы, наверное, соскучились снова к нашим баранам. Торненько у нас не было чего-то такого уличного, чего-то такого пацанского. И вот пришло время вам это показать. Посмотрите этот фрагмент и поугарайте вместе со мной. Нам нужно деньги платить за эту паша. Какие? Вот такие. Мы ее крышуем. Прям? Прям при всех крышу. Все нам платят должны платить. Прям все, да? Прям все. Мы крышим ее. Но я не буду платить. Ну тогда ты будешь, мы тебе лицо разобьем, а он тебе зубы выбьет все. Окей. Ну я не думаю, что он мне выбьет. Давай проверим. Давай. Все старшие пройдут. И старшие. Такие старшие. Что они у нас делают? Вам зубы все повбивают. Верим, верим. Давай, позови. Давай, позови. Позову. Все. Короче, в 3 часа тут деньги нам вынесли. 5 тысяч, понял нас? Понял, окей. Ой, пацаны. Что ты только сошел? Что ты хочешь? Давай. 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 Зачем он? Вся 5 тысяч. Не хочешь только. Вся 3 часа. Давай. Понял. Пока. Я надеюсь, что он услышал. Все как вы любите. Разборки, стрелки, малолетние пердюки. Как один малолетний пердюк поставил на счетчик другого малолетнего пердюка за то, что он просто сидел на их якобы районе. Ну офигеть. Теперь вы не можете сидеть на чем-то районе? Что, снова 90-е возвращаются в мой Ногинск, что ли? Я что-то не понял. Всем привет, ребят. Это я, Эрик. Давно не было видосов. Вот. Сейчас, наверное, будет видос, потому что мне, короче, позвонил Димон. Дима, это если вы помните, малой с района Сашева. Вот. Он мне позвонил и сказал то, что до него докопались какие-то гопники. То, что вот такая фигня. Я вкратце просто. Вот он что мне сказал? Вот вам это говорю. Сейчас подойду к нему. Он сказал, что он это на видео снял. Он мне видос покажет. И все. А вот и Димон. Здорово, Димон. А я дарю тебя. Что сучусь, говори? Да, у меня какие-то гопники напали там. В смысле напали? Ну просто я сидел друг друга. Дойдем. Я вон там сидел, друга ждал. Они подлетели ко мне. И начали, короче, только мне докапываться. Но ведь тебе легче, наверное, видос показать, да? Ну у тебя видос есть? Да, есть. Ну скинь мне его, я посмотрю, пока говори. Радмир! Радмир! Как же я сильно скучал по этим словам, друзья. Вы все знаете, что Радмир это моя самая любимая игра. Я часто залипаю со всеми своими персонажами из роликов. Это Виталик, это Эрик, это Олежа, который соленый. Мы все играем в Радмир и кайфуем, ловим такие кайфы внеземные. И раствориться в абсолютном блаженстве. Лучшее, что возможно в этой жизни. Вечерком с чаечком и с кофеечком поиграть в Радмир. Я недавно приболел и сил не было ни снимать ролики, ни ходить в зал. Зато у меня под рукой был телефон и хасл онлайн. Вы не представляете, с каким кайфом я зашел на 14 сервак. И почти 3 дня беспроволазно сидел и играл. Я недавно такой залетаю, думаю, создам новый акт, чтобы попробовать 3 миллиона. За 3 дня такой челлендж себе поставить почти получилось. Но зато поиграл просто знатно, реально. Ребятки, проект огонь. Залетаем на 14 сервак, вводим мой промокод Dexter и получаем бонусные 70 тысяч рублей после 7 часов игры. Нужно отыграть 7 часов. Радмир с компа, хасл онлайн с телефона. Игра одна и та же. Это нужно запомнить, как 2х2 равно 4. Я вас всех жду, друзья, на серваке. Кайфуем, играем, кайфуем, смотрим Dexter и что? Радмир! Ну вот я сидел и отходил. С нами начали, они потендели, ко мне начали говорить. Что здесь делаешь, наше, плачать и так далее. Я начал на отвечать. И они такие сказали, 3 часа ждем 5 тысяч. 5 тысяч за что? Вот за это, что я здесь гуляю. Вот здесь? Да. Пойдем присядем. Пойдем. Я не понял. Они докопались до чат за то, что ты им должен теперь 5 тысяч? Да. Тупо, но это, знаете, площадки. За то, что ты просто находишься на ней? Да, да, да. То есть ты хочешь сказать, они типа крышуют эту площадку? Да, 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 прям точно. А ты говорил то, что могут там прийти старше, не старше? Да, говорил, но они все равно. Все равно? Да. Сколько на вид летом? Ну, лет 12-13. Бля, пиздец. Ну да. Че ты не щеманул хотя бы одного, что ли? Не знаю, они кто-нибудь уходили. Да, Димон. Ладно, ща, короче, что-то придумаем. Ты че вообще, вот как опять нарываешься ты на эти проблемы? Я не знаю. Стоянка какая-то, когда ты ко мне приходишь, копари какие-то с тобой связаны. Вот, ребят, реально, чтобы вы понимали, когда ко мне приходит Димон, у него не просто что-то случилось, просто до него докопались какие-то копари. И все. Димон, ну я вообще с тебя в шоке. Ты как на таких нарываешься, это мне скажи. Ну и само как-то. Это же реально не прикольно вообще. Не, ну честно, угар. Угар, во-первых, то, что это вообще произошло. Во-вторых, то, что Димон попадает опять в какие-то замуты. То ему куртку порвут, то отчим на улицу выставят, то теперь какая-то гопота щемит. Димон, ну ты давай уже на какую-нибудь секцию по боксу, что ли, запишись, чтобы не приходилось всегда к пацанам обращаться. Короче, что будем делать? Я знаю. Хочешь их щемануть? Ну да, думаю, да. Да. Как-то напугать и так далее. Припугнуть иначе, короче, хочешь? Ну да. Давай я сейчас своим пацанам наберу. Ой, давай. Наберу своим пацанам. Ты, аж, обрадовался, я смотрю. Что-то пришел кислый был, а сейчас радостный. Сейчас наберу, короче, своим пацанам. Встретимся, найдем этих дурачков, и мы их уже щеманем. И тогда они мне должны, нам будут должны пять тысяч, а не ты им. Окей, окей. Сейчас я им позвоню, Мишаня. Подсними-ка меня, Димон. Окей. Ребят, чтобы вы понимали, кто сейчас придет. Сейчас придет Мишаня и еще один персонаж, с которым мы уже нормально общаемся. Вот. Сейчас я позвоню Мишаня и спрошу вообще, где он. Номер палить не буду, поэтому... Блин, Эрик, конечно, вообще кадр. Всех пацанов знает на районе. Сейчас кому-то там это что-то подскочит. Все, короче, все на мази. Прям реально я смотрю, это как будто пацаны из 90-х, а не из 2К24. Здорово, бандиты. Алло, Мишань, ты где? Ногинский? Вообще кайф. Ты с Андреем? Димон уже помнишь? Он, короче, пришел ко мне говорить то, что этот... Ща, подожди. Говорит то, что его щеманули, короче, какие-то гапори за то, что он был на детской площадке. И он теперь им должен пять тысяч. Что, проучить их, что ли, надо? Ну, надо их щемануть, как он просит. Встретимся. Подясни, что сделаю. Ну, давай, где встретимся? Ну, не знаю, вообще без разницы. Ну, знаешь, вот этот дом, который 21-й, который от атака недалеко. Вот прям напротив. Ну, подходи вот сюда, я тут. Давай. Ща Мишаня придет, ребят. Придет Мишаня с Андреем. И тогда... Иди сюда, Димон. И тогда уже Димону будет вообще кайф, потому что мы накажем этих школьников. Ты что вообще с сумкой? Ты что, ты куда-то идешь? А, я со школы. Со школы? Да. Не торопишься никуда? Да нет. Можете просто отпустить, а мы их сами найдем. Ну, давайте, я сразу домой пойду. Домой? Так. Ну, сейчас пацаны придут, ты им тоже расскажешь. Вообще, что случилось? Окей. Пойдем пока туда, пойдем все. Понял. Что вообще расскажешь? Вот почему у тебя постоянно, как думаешь, такие ситуации происходят? Ну, не везу тебя, я просто человек. Да нормально все будет. Нормально. Сейчас пацаны пройдут. Ты, кстати, смотрел последние ролики? Да, смотрел. Да. Помнишь пацана, который против меня тогда пришел? Ну, да, помню. Вот он сейчас придет сюда. Сейчас, где они? А вот и они. Ну, вообще, пипец какой-то. Димон опять на кого-то нарвался. Вот и Андрей, ребята, о котором я вам рассказывал. Всем привет. Андрюха, скажи то, что мы нормально заобщались после того разговора. Да, у нас с тобой все телек нормально. Да. Расскажи пацанам вообще, что случилось. Мне вот на этой площадке, короче, какая-то гопота. Хочешь, самое главное, угарнуть чего? Давай. Знаешь, сколько им лет? Сколько? 12-13. Они произвели документы капываться, говорит, что я должен пятихат за эту площадку, что я здесь нахожусь. Ну, и сказали, что в три часа я должен. Нет, ничего, я мне давай. Может, три часа мы придем вместо Димона? Ты можешь там где-то стороне, мы сами решим. Окей. Все, тогда Димон ближе к трем я к тебе наберу. Все, давай, не прощаемся. Прощай, я не понимаю, как он нарывается постоянно на эти проблемы. Свася где-то. Ну, говорит, я друга ждал, ко мне подошли, говорят, пять тысяч должен. Видно то, что маленький, но не капает. Я могу сейчас камеру как выключить, как раз покажу вам видос. Ну, все, тогда как Димону позвоним, придем сюда, я включу уже камеру. Короче, ребят, вот сейчас буду звонить Димону, чтобы встретиться с ним. Алло, Димон, ты где? Вот мы стоим возле пятерочек, ты в полку. Ты что, подойдешь, чтобы с этим его встретиться? В смысле, это интерьер? Блин, Димон, он так не делает. Окей, давай. Короче, Димон сказал, что он не сможет прийти, потому что он на тренировку уехал по футболу. А эти, давай, мы там стоят, на спортплощадке. Они там встретились. Ну, пойдем туда. Пойдем туда. Пойдем. Блин, ребят, я, конечно, не понимаю, что сейчас вообще с ними делать. Как Димон сказал, что это 13-летние пацаны. Сначала с ними поговорим. Ну, да, сначала надо поговорить. Ну, если будут борзеть, то накормим вещами, да. На видосе вообще, который Димон мне скинул, там самый борзый, это вот этот черный со стоником. Ну, он что-то себя поверил. Строит из себя какого-то главаря. А вон это не они там стоят? По-моему, они стоят. А, ну вот, я, да, на камере приблизил. Да, это они, парни. Пойдем сейчас с ними поговорим нахуй. Со всеми борзели, блядь, языки. Вон ровный пацан. Нормально, реально, пацаны футбол гоняют. Не то, что эти донами. Вон они стоят, ёпта. Здорово, парни. Что, кто там с Димоном хотел встретиться? Мы. Кто мы? Вы? Да, мы втроем. Вы втроем на одного пацана полезете? Ну, пускай нам деньги отдастся. Какие он тебе деньги должен? На площадку, это наша площадка. Какая площадка? Вот эта. Вот эта? Крышим ее. Крышуете? Да. А чего вы пацана-то защемили? Вы что, одного маленького пацана, который ничего не может сделать? Это наша площадка, пускай деньги отдает. Ну, а втроем зачем на одного лезть, хотя бы один бы с ним отошел по голове? Ну, и что? Вон месяц ты крышуешь, ты сколько лет-то? Мне 13-й шло. Че там, портфель его кидал, да? Ну, давай я твои очки покидаю. Давай. Нет. А че нет-то? Зачем? Ну, давай вот мы у тебя очки заберем. Нет, зачем? Ну, потому что вот это наша территория, вот это наша территория. На, Мишанин. Это наша территория. Ну, пускай он мне деньги вернет. Ну, все, теперь это наша территория. Теперь вы нам бабки платите. Понял? Вот, потому что это я так решил. У нас старшие есть. Старшие? Старшие. Давайте вы как-нибудь решите, там, встанете в планку какую-нибудь. Давай, давай с тобой. Давайте в планку. Со мной? Давай. Да ты уверен, малыш? Я уверен. Че ты, блядь, там поддакиваешь, блядь? Сильнявсик, подбери, дебюк. Смешку? Давай. Это уже реально комедия. В планку? В какую нафиг планку? Ребят, я бы за такой просто лещей бы надавал, никакой планки бы не было. Смешно, конечно, это вообще правильно, наверное, друзья. Все-таки лучше решать свои вопросы по спортивному, чем мордобоем. Потому что спортсила, мордобой могила. С помощью мордобоя вне зала можно попасть в больницу или какой-то травмпункт. Поэтому, ребята, лучше выяснять вопросы по спортивному. На счет три. Раз, два, три. Если Эрик выигрывает, то вы нам деньги. Если проиграет, то мы вам. Эрик, давай держись, ты сможешь. Если он сейчас проиграет, то представь, мы зададим Димона эти деньги, а он еще и себе что-нибудь купит. А так они с *** я просто берут у него, требуют деньги. Типа они тут живут. Уже почти, в принципе, ты лег. Давай уже до конца. У тебя не ханут столь, ебать? Эрик, меньше слов. Стой. Ой, почти упал. Эрик, чуть-чуть осталось. Эрик, что делаешь? Ты кто такой? Теперь ты мне *** старче. Кто старше? Я старше. Ты старше? Да. Что-то не видал я тебя. Ну, я не надо меня видеть, меня я никто не видел. Всех старших ты знаешь. Что-то не похож на старших. Ну, а что вы докопались? Кто? Мы докопались? Ты, сори, скажешь, что с чуть? Ну, давай. Смотри, есть один пацан, который ходит под нами. Ну, просто, если что-то случается, он на комнате. Да. Вот. Он сидел, друга ждал. И твои малые втроем его защемили? И втроем его начали щемить. Бабки он горят должным. Начали стихоя, пацан просто сидел. Не ***. Просто сидел, друга ждал. Они просто начали деньги. Три часа какие-то. Мы с 37, что ли. А вы вообще откуда? Мы оттуда. Отсюда. С какого-то этого. Это ваш вообще район. С какого? Да. Потому что я могу... Ну, я старший, я отвечаю. Я могу более старшему позвонить, который придет тебе обоснует кто-то старший. Базара нет, придет обоснует хорошо. А ваш этот парень, походу, лох, что? Если мои пацаны... С какого ***? С какого ***? Нормально общайся. Давай я сейчас прям тут складываю твоих трех ***. Да ты не сможешь их сложить. Уверен? Я уверен. Да ***. Мои пацаны, они подо мной. Да не, он сложит их. Ну, уже ***. Ну, да. Первый стал. Ну, вы не закончили, поэтому я не знаю. Первый стал, вот теперь ты мне 5000 долларов. Понял, фиг? Мне пацаны, это будете вы мне 5000. Не х**ть. Не будем мы *** давать. Потому что вы пришли на мой район и тут что-то качаетесь. Мой район. Твой район. Ты уверен в себе? Да. Ну, пойдем. Пойдем поговорим. Я так понял, ты сам разговорливаешь. Ну, да. Садится. Да? Если он его только тронет, сразу спрягу даем. Понял? Да, да, да. Фух. А тут пацаны начали общаться. Я думаю, всем понятно, к чему это общение привело. Потому что ситуация накаляется, 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 накаляется. И в какой-то момент струна просто рвется. Я тебя не боюсь. Пишань. Пишань, пошли, пошли. Пойдем, пойдем. Пишань, помогай, отталкивай. Продолжение, друзья. Как всегда, вы увидите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Думаю, вы уже поняли, что произошло. Эрик очень жестко встрял. Была вот такая вот история. Причем очень серьезная. Было очень много кх**. Увидимся по первой ссылке в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...